Маткульт, привет всем! Никита, привет! Это Никита Шульга, аспирант Михмата МГУ. Вот, а молодым, как известно, везде у нас дорога, как вы уже поняли по многим другим роликам у нас на канале. Вот, и Никита пришел ко мне, сам сказал, что у меня есть очень интересные сюжеты, и пришел после того, как вышел ролик с Олегом Германом, и обещает что-то про это же, да, потому что ты тоже ученик. Я тоже ученик Николая Германовича, очевидно, но я занимаюсь чуть-чуть другими вещами, нежели Олег Николаевич Герман. Я занимаюсь в основном цепными дробями. Круто! Все сюжеты, так или иначе, будут связаны с цепными дробями. Не всегда это будет видно, но, в общем, везде они будут скрыты, как минимум. Супер! То есть мы называем это цепные дроби! Да. Ну, первый сюжет, он связан с доказательством иррациональности корней из двух. Как ни странно, тут можно подойти с точки зрения цепных дробей. Конечно. Конечно. Но это ты можешь очень коротко, потому что это на канале, безусловно, есть. Да, но тут... Расскажи... Ой, простите. Дерево штерна? Нет, дерево Калкина Уилл. Ой, это что-то другое. Я-то просто раскладываю его цепную дробь и покажу, что она бесконечна. А значит, оно иррационально. Вот, а тут совершенно с другой стороны. О, давай, давай, да. Так, ну давайте введем такую операцию. Возьмем какое-то число x. Оно будет пусть положительное. И давайте будем строить дерево по следующему правилу. Правый потомок у нас будет очень простого вида — это x плюс 1, а левый — следующий вид x делить на x плюс 1 и так далее. Для каждой следующей вершинки мы продолжаем. Тут пишем вот это число плюс 1, тут вот это число делить на x плюс 1 и так далее. Такое дерево можно построить. Давайте посмотрим, что будет, если мы вместо x возьмем рациональное число, то есть p делить на q. Ага. Ну что у нас справа будет стоять? Ну p на q плюс 1 — это можно как записать? Как p плюс q делить на q. Да, конечно. С другой стороны давайте p делить на q делить на p делить на q плюс 1. Ну да. Ну тут можно привести к общему внимателю. Тут будет опять же вот эта дробь p плюс q делить на q и q, видим, сократится. И что у нас останется? Это будет p делить на p плюс q. Конечно. Ну здесь такие две хорошие дроби. Тут в первой остается числитель и к знаменателю прибавляется как раз числитель, а тут наоборот остается знаменатель. Да. Ну да. И так далее можно продолжать. Теперь, что такое дерево Калкина Уилфа, собственно? Давайте вместо начальной дроби возьмем самую простую — 1 делить на 1. Да. И будем вот так строить это дерево. Да, это явно еще пока не цепные дроби. Это что-то похожее, сохраняется, а к знаменателю две трети. Да. Две третьих. Точно. Тут будет три вторых, соответственно, а здесь одна третья. Ну и так далее. Это можно продолжать строить до бесконечности. И что про это дерево известно? Ну, во-первых, здесь будут все дроби, которые будут появляться, они будут несократимые. Ну, это достаточно понятно. У нас на первом этапе единица-единица, они, естественно, взаимопросто. Ну, нода этого и этого равен ноду этого и этого. Ну и тут то же самое. Здесь то же самое, да. Значит, все дроби будут несократимы. Давайте я могу это как записать. Нод. Нод сохраняется. Да. Это разрешенная операция, сохраняющая нод. Все дроби. Поэтому не будет никаких новых делителей. Несократимы. Да. Второе свойство. В этом дереве будут все рациональные числа больше нуля. Все, да? Я чувствовал, что к этому идет. Ну, я, конечно, могу это доказать. В принципе, это нетрудно. Ну, давайте предположим, что здесь не все. И отсутствует какое-нибудь число P делить на Q. Давайте среди всех отсутствующих чисел рассмотрим число с наименьшим знаменателем Q. То есть рассмотрим такое P на Q, где знаменатель наименьший. Да. Теперь среди всех таких, если их несколько с наименьшим знаменателем Q, рассмотрим то, у которого наименьший числитель. Так. Рассмотрим его. Теперь смотрим. У нас есть две ситуации. Либо P больше Q. Да. Либо Q больше P. Понятно, что P равно Q. Ой, простите. Если кому-то слишком быстро, то ставьте на паузу. Я пока успеваю, но если я начну не успевать, я сам буду ставить на паузу здесь, чтобы понимать. Вопросы можно задавать. Да. Вопросы в комментариях. Ты потом ответишь, да? Да. Ну смотрите, P равно Q не может быть, потому что мы уже доказали, что они все будут нескортимы. Ну да, естественно, да. Так. В первом случае, если у нас P больше, чем Q, то давайте рассмотрим такую другую. P минус Q делить на Q. Да, она превратилась в эту, в одну из ветвей. Да. Ну смотрите, тут у нас числитель меньше. Значит, оно должно было стоять раньше, чем это число. А мы как брали вот это число P на Q? Оно с наименьшим взаменателем и с наименьшим числителем. Да. Значит, это число где-то есть. Но такого числа, если мы рассмотрим его... Если оно есть, то у него левый, сейчас налево пойдет, да? Правый. P на P плюс Q. Правый потомок. Нет, нет, ну вот этот, вот этот. P на P плюс Q. Нет, смотрите, там к числителю надо прибавить... А, стоп, да, ты прав, ты прав, ты прав. Правый потомок, да, 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 P плюс Q. То есть, с этого числа, когда мы пойдем вправо, мы как раз получим P на Q. Да, вот и противоречие. То есть, у нас оно где-то есть. То же самое можно проделать с... Так же, да, здесь появляется очередной... Да, только вычистим уже в знаменателе. Вычистим уже в знаменателе. P... Да. Ооо, то есть здесь живут все рациональные числа, да? Здесь они живут. Да. Ну, смотрите, что из этого сразу следует? А, ну и самое главное, конечно, следствие первых двух свойств, что все дроби появляются ровно один раз. Ну, это понятно. Нет? Силу первых двух свойств. Так, сейчас я чуть-чуть поторможу. Значит, ну, растет, как бы растет здесь... На каждом шаге растет либо числитель, либо знаменатель. Значит, если мы пришли к такому же числу, то оно должно было сократиться. Где-то падало, оно не могло падать. И сократиться не могло, и падать не могло. Значит, тут есть все рациональные числа и ровно по одному разу. Да. Ну, это уже как минимум круто. Уже круто, да. Потому что вот как учат, ну там или в школе, в университетах на первом курсе, как доказать, что Q равномочен натуральным числам. То есть, что рациональные числа счетные. А. Там какую-то табличку непонятно. Можете попробовать показать где-нибудь. Ну да, это там в начале с каждой целой точки плоскости сопоставляет некоторое рациональное число. Потом отмечают, что на самом деле все, которые живут на одной прямой, они дают одно и то же рациональное число. Поэтому достаточно на каждый, как бы прямой имеющий рациональный наклон, тангенс, найти ближайшую сюда точку. А потом вот так их все по змейке собирать. Ну, это достаточно трудно. Нас, как учили, просто табличку составляем. Такую. По горизонтали увеличиваем числители. Ну, может так, да. Не проблема. А по вертикали увеличиваем знаменатели. И так будут все дроби. Ну, в чем проблема? А потом мы их как-то… Ну, вычеркнем там, да. Да, вот так по диагонали будем ходить по ним. Ну, лишние будут, да. Да. В чем тут проблема? Тут есть много лишних. Ну, то же самое, да. Тоже нужно будет их вычеркивать. Да, а здесь лишних нет. Здесь можно идти по уровням вот этого дерева. Там слева направо. Здесь лишних нет. Знаешь такую песню Арии? Дай руку мне. Да. А здесь все подряд. Да. Слушай, точно. Очень хорошо. Итак, доказательства иррациональности корней из двух с помощью дерева Калкина. Ну, давайте начнем не с корней из двух, а с золотого сечения. Тут будет еще проще, чем с корнем из двух. Это у нас вот такая вещь. Да. Корень из пяти плюс один пополам. Ну, давайте для него построим такое дерево. Сейчас пока непонятно зачем, да? Ведь мы строили для рациональных чисел. Да. Ну, давай я сейчас скажу сам. Значит, корень из пяти плюс три пополам будет справа. Да. А слева, соответственно, будет так. Икс делить на икс плюс один, да? Угу. Так. А икс плюс один уже у нас известен. Это вот этот вот. Значит, соответственно, будет корень из пяти плюс один делить на корень из пяти плюс три. Да. Который можно привести к нормальному виду. Да. Сейчас мы это сделаем. Корень из пяти плюс три. Ага. Тут надо будет домножить, как говорится, на сопряженное. Ну да, на корень из пяти минус три, да. Так. Плюс два корня из пяти. А два корня из пяти минус два делить на четыре. Корень из пяти минус один пополам. Корень из пяти минус один пополам. То есть противоположная к этой величине. Давайте, ну, оно же это и есть вот этот элемент, просто в другом виде записанный. Давайте посмотрим на его правый пополам. Запишите. На правый? Да. На правый будет возвращаться к исходному. Да. Так. Все. Если рациональное число было бы, то оно никогда не вернулось быстро к исходному. Да. Так как если это рациональное число, то оно было где-то частью того дерева, которое мы нарисовали. Да. Но там каждое число встречается один раз. Отлично. Тут мы его встретили дважды. Да. Все. Вот у нас все готово. Давайте с корнем из двух. Так. Ну давайте пойдем вправо. Корень из двух плюс один. Да. Давайте влево. Отсюда влево. Так. Отсюда влево. Это корень из двух плюс один делить на корень из двух плюс два. Да. Ну это надо еще будет, да, поработать тут. Ну то есть, да, на корень из двух плюс два. Но это сокращается. Получается один делить на корень из двух. Так. Ну давайте корень из двух на два. Ну да. Можно это. Так. Давайте еще разок влево. От корня из двух на два влево. А лево это вот это сложное. Значит, то есть корень из 2 на 2 делить на корень из 2 плюс 2 на 2. Корень из 2 делить на корень из 2 плюс 2, да? Сейчас, подожди. Точно, да? Нет. Я могу записать. Сейчас, нет, давай. Сейчас. Значит, давай все-таки я привык. Значит, 1 делить на корень из 2, да? Это вот это. А здесь 1 делить на корень из 2 плюс 1, да? Да. Вот, умножаем на корень из 2. 1 делить на 1 плюс корень из 2. Ну, опять же, лучше. То есть корень из 2 минус 1. Да. И что дальше делаем? Ну, уже понятно. Вправо идем, в корень из двух. Мы опять его встретили дважды. Опять встретили дважды, да. Тааак. Итак, на самом деле. То есть, на самом деле, от единицы идет некоторое дерево, в котором, во-первых, любое рациональное число встречается ровно один раз, во-вторых, если начать с этого рационального числа, просто будет кусок дерева. Да. Больше ничего. И значит, очевидно, в нем не встретится больше никогда оно само, и все остальные будут больше. И как только мы видим число, которое повторилось, мы точно знаем, что оно не рациональное. Да. И так можно работать с многими иррациональными числами. Ну, очень хорошо, очень красиво, да. А со всеми или квадратичными иррациональностями можно провести этот фокус? Не со всеми, к сожалению. Но, возможно, этот метод можно как-то обобщить. На самом деле, вот этот результат о доказательстве иррациональности таким способом вышел в прошлом году. Статья вышла. То есть это такой свежак в математике. Офигеть. Ну, там в статье доказывали для иррациональных чисел такого вида. Плюс P делить на Q с некоторыми условиями там на P и Q. Так. Там кажется, что N в квадрате должно быть меньше P. Вот. И какое-то еще условие. Ну, в общем, класс чисел достаточно узкий. Вот. А. Накасачил. Наверное, наоборот, больше. Ну, не вакуум, да. Допустим. Ну, класс чисел достаточно узкий. Но, тем не менее, для всех таких чисел как бы найден алгоритм, который непременно приведет к тому же числу в этом дереве. О. То есть там как бы автоматически доказана иррациональность всех чисел такого вида. Так. Вот. Слушай, а с кубическими корнями? С кубическими проблема. Потому что, ну... Потому что про них-то нельзя через цепную дробь ничего понять. Потому что это-то все связано на самом деле с цепными дробями. Я вот не знаю, стоит ли об этом говорить. Ну, здесь что-то угадывается, но я не могу точно сказать, вот как угадывается. То есть я... Я знаю, с цепной дробью у нас какая операция? С цепной дробью операция такая. Ну, если это положительное число, то оно... Либо оно меньше единицы, либо больше. Здесь переход к 1 на x, что похоже на вот это. А здесь переход к x-1. Ну, и много раз. Что, как бы, одноразово похоже на вот это. Ну, только наоборот. Но... Это, наверное, плюс 1, еще минус 1. Ну, нет. Ты же вычитаешь из него, как бы, постепенно... Ты дробную часть. Тут так, как бы, строго говоря, цепная дробь. Это повторенный алгоритм, где на каждом шагу идет или... Или взятие... Значит, выделение целой части, если x больше единицы. Или 1 делить на дробную, если x меньше единицы. То есть вот что такое цепная дробь. Но как здесь, как бы, вот с этим деревом, я не вижу пока как напрямую связать. Ну, давайте я как-то кратко могу это сказать. Так... В общем, что у нас такое цепная дробь? Это выражение... Стереть что-нибудь для... Ну, пока, думаю, хватит. Пока хватит, да. Это выражение вот такого вида, да. Да. Бесконечноэтажное или конечноэтажное в зависимости от рациональности раскладываемого тарелка. Ну, давайте пусть у нас вот это число x имеет... А! И как это можно коротко записать? Вот пишут обычно в квадратно-скопах. Давайте тут еще добавим... Да, а нулевое. Да. И это пишут обычно а0, а1, а2 и так далее. Да, ну, тут обычно пишут точка с запятой, чтобы... Целую, да, убрать целую, положить... Ну, целую часть, да. А остальное все будет... Да. И давайте вот это у нас число x... Это может быть отрицательное, если мы с какого-то отрицательного начали, как бы. А все остальное будет положительное. Давайте у нас пусть вот это число x раскладывается в некоторую цепную дробь а0 и так далее. А1, а2 и так далее. Тогда что у нас делает операция x плюс 1 с цепной дробью? Очевидно, прибавит 1 сюда и все. Короче, по сути ничего. По сути. Ну, изменит только старт. Да. Да. Давайте посмотрим, что у нас... Вот тут надо будет уже стереть, мне кажется. Да. Итак, ну давайте продолжим. В общем, давайте тут поделим и числитель и знатель на x. Это у нас будет единица, делить на единица плюс 1 делить на x. А что такое 1 делить на x в терминах цепных дробях? Если у нас x имеет такую цепную дробь, то что у нас будет цепной дробью 1 делить на x? Ну, цепная дробь, вот когда как бы на предыдущем шаге как будто с нулевой этой самой. Ну да, но тут у нас на самом деле распадается на два случая, когда у нас а нулевое... А, да, либо это следующий весь хвост, если а0 отсутствует, либо это нарощенный этаж. Ну да, вот если у нас а нулевого не существует, то при переворачивании а первое перейдет в целую часть. То есть давайте это как-то запишем. Это будет а1, а2 и так далее, где... Да. В случае, если а нулевое равно нулю. Да, и значит ноль, точка запятой, а0 и 1 и так далее. Да. Конечно. А1 и так далее, если а нулевое... А нулевое равно нулю, да. Так, теперь... Ну да. Смотрим, что у нас тут происходит в знаменателе. Единица плюс вот это вот. Да, 1 плюс это. В знаменателе, соответственно, если в знаменателе брать... Давайте можем вот так. 1 плюс. Соответственно, здесь 1 с этой всей. Да. А здесь... А здесь 1 плюс 1 с этой всей. Да. А теперь мы опять единицу берем, делим вот эту дробь. То есть опять у нас та же самая процедура. Ну да. Только тут у нас, понятное дело, всегда единица пойдет назад. Давайте я это запишу. Значит... Единица делить на 1 плюс... 1 делить на x. Да. С одной стороны, что это у нас будет? Давайте, Алексей, может... Сейчас, давай я запишу. Итак, x на x плюс 1 равно... И дальше случаи. Значит... Ну... В этом случае у нас 0 и 1 плюс 1, а2 и так далее. То есть мы подняли на единицу вот этот. Да. Ну мы, во-первых, сдвинули все. Да. А в другом случае у нас, значит... Сейчас перевернули. А, тоже... Так то же самое. Тут будет 0, только 1, а2 и так далее. Да. То есть в обоих случаях ты на самом деле просто прибавил единицу к 1. А сейчас у нас 0 пропало. Ой, да. Пропало точно. Сейчас, стой. Оно... Так, я торможу. А... 1... А 0. Да. Все. Не туда поехал. Так, значит... В этом случае мы просто прибавили единицу к вот этому. Это если 0 было равно 0, да? А если 0 не равно 0, мы дописали 0 и единицу. То есть перевернули... Ну, то есть, ну, как бы, да, увеличили. Ну, в принципе, на самом деле уже, мне кажется, можно понять, что так будут порождаться все цепные дроби. То есть у нас какие-то две операции. Либо мы к нулевому, неполному частному добавляем единицу, либо мы его сдвигаем и единицу пишем начало. И так мы будем, как бы, строить цепную дробь сначала, начиная. А, блин. Прикольно. Это, конечно, не совсем так тривиально, но... Бесконечные иногда нужно будет, да, взять. То есть, начиная с чего? То есть, ну, как бы, ты, конечно, цепные дроби так все построишь. Ну, как бы, в пределе. В рациональных случаях. А в пределе тебе нужно будет все дальше-дальше заходить туда с концом этим хвостом, который будет съезжать назад. А здесь, а здесь просто, да, здесь все. Здесь просто 0 плюс 1. То есть ты прибавил, удлинил, прибавил, да. Ну, ног, да. То есть ты таким образом конструируешь цепные дроби. Но все-таки, если она бесконечна, у тебя хвост справа, вот он, как бы, куда-то просто съезжает, да? Ну, а что в этом плохого? Пусть съезжает, да? Да, пусть съезжает. То есть это некоторая операция на цепных дробях, на самом деле. Да, да. Хорошо. Согласен. Спасибо огромное, Никита. Первый сюжет завершен. Продолжаем в другие разы. Будьте на канале. Маткуль, привет.